Сегодня начинаем с вами знакомство с нашим удивительным историческим наследием, с места, которое старше всего по возрасту. Именно с этой территории вообще город начинался как город. Здесь проходила закладка каменной крепости в 1384 году. Заложили крепость новгородцы, заложили для защиты своих территорий в максимальной приближенности к Ливонским границам, вражеской Истинляндии. И эта крепость очень долгое время была надежным оплотом на порубежных территориях Великого Новгорода. Единственный объект – это пушечная бойница, которая очень хорошо видна будет, наверное, снизу. Еще более интересный объект вот здесь. Но посмотреть его практически невозможно. Там очень красивая, ровная крепостная стеночка. Вот кто не боится и может себе позволить, может спуститься и ее увидеть. Особенно тот, кто фотографирует, так точно. Это будет Виталик на решение. Вот это место, получается, основное, которое все-таки говорит о возрастной истории нашего города. И нашему городу все-таки был юбилей, 630 лет. И вот это единственное место, доказывающее, подчеркивающее его многовековую историю, сегодня вот пока немножко выглядит вот так. Пойдемте. Приветствую депутатский корпус. Вызывает огромное наше музейное уважение, что столь серьезное собрание народа решило, так сказать, свою бурную законодательную деятельность начать с посещения одного из самых главных культурных учреждений нашего славного города Кингисепа – это наш музей. Музыка Музыка Ям, вот этот Детинец, Кремль и вторая внешняя линия Вороны – это территория нашего замечательного летнего сада. Да, в Ямбурге летний сад. Хотя старожилы, старые бабушки только темные, потому что вот эта густая крона деревьев давала определение темноты. А заложен он был в 30-х годах 19-го века большими воинскими соединениями, которые пришли сюда для защиты порубежных границ Российской империи. Кирпичников вот на последней конференции, мы уже как бы вот напрямую задали вопрос, потому что Ямьем – это сиятие, это название древних скандинавских народов, которые сюда пришли позже, он обозначил очень круто. Это монголо-татарское происхождение, Ям – дорога тропичи. Вот мы как бы этой версии сейчас и придерживаемся, хотя Ямьем – сиятие, и на старых, как-то тоже где-то как-то вызывает, наверное, тоже какое-то уважение. Обычно получается так, что такие сакральные вещи, что он начинает влиять, то есть его биография, его поведение начинает влиять на жизнь этого города. Ну, конечно, может быть. Пример города Ленинграда. Вот памятник Кингисепу, концепция всего этого, и поживем, увидим, может быть, будем жить в Ямьем. Редактор субтитров А.Семкин